Вред от курения, говорят медики, большинство замечает только с появлением одышки и других симптомов болезни. Объяснять, что так нельзя, на пальцах неэффективно, а вот на куклах весьма. Это нам кажется, что последствий никаких, они вот так их можно визуализировать, вот в такой игровой среде. В день отказа от курения в Минздраве края решили еще раз напомнить о последствиях для тех, кто любит подымить. Официально к таковым относят 23% населения. А между тем, курение, это знают все, может привести к заболеванию легких, нередко к хронической форме. А это уже инвалидность. Одно из самых страшных последствий никотиновой зависимости – онкология. Порядка 1200-1300 человек новых случаев каждый год. Подавляющее большинство наших пациентов такого рода – это либо курящие и продолжающие курить, либо длительно курившие. Поэтому здесь, конечно, связь прямая. И среди пациентов отделения опухоли головы и шеи, где как раз концентрируются случаи рака полости рта, языка, там тоже курящие сплошь. Сплошь курящие люди. Так что это наша клиентура. При этом все больше курящих среди совсем молодых. Вероятно, из-за популярных среди подростков электронных сигарет. На такую моду покупаются и десятилетние дети. В каком органе или в какой системе организма произойдет поломка, никто из специалистов не скажет. Это может ударить по иммунной системе, по сердечно-сосудистой, по бронхолигочной, по какой угодно. Там, где тонко, там и рвется. Поэтому задача, в первую очередь, родителей – уберечь ребенка от того, чтобы он был, вернее, не был вовлечен в данную проблему. И, конечно же, начать с себя. Сегодня врачи располагают разными способами лечить от зависимости. В работу включаются психологи, чтобы пациент смог перешагнуть порог хотя бы в несколько месяцев и избавиться от тяги к дорогому и сомнительному удовольствию. Первое, то, что мы советуем, когда мы работаем с подростками, в том числе и взрослые, заменить утреннюю сигарету завтраком. Это самый первый совет. Второе, замена вообще сигареты чем только возможным. То есть, когда мы разговариваем, мы предлагаем подросткам заняться спортом. Я предлагаю детям заменить конфетами, семечками, орешками, все что угодно. Рецидивы, то есть срывы, говорят специалисты, случаются и после года перерыва. Но практика показывает – решение исцелиться – дело порой одного дня, если оно сознательное. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев, День с толком.